С приближением референдумов Греции инвесторы прибивают все в большем и большем смятении. Куда вложить свои средства и как сохранить свой капитал? Найти верный ответ на эти вопросы пытается практически каждый уважающий себя аналитик. Многие эксперты валютного рынка уверены, что каким бы ни был ответ населения Греции на предоставленный вопрос на голосовании, евро останется под давлением. В случае отказа кредиторам инвесторы примутся распродавать евро, учитывая угрозу выхода Греции из состава валютного блока. Но даже если греки скажут «да» на предложенные кредиторами меры строгой экономии, то на рынке вернется спрос на рискованные активы, и евро получит поддержку. Однако восходящий тренд для евро будет непродолжительным. Инвесторы вернутся к американскому доллару в связи с разницей процентных ставок Центробанков Европы и США. Ну а пока, на фоне европейских статистических отчетов с позитивным содержанием, трейды, предпочитающие работу Intraday, открывают сделки небольшим объемом на покупки евро. В мае месяце потребительская активность в еврозоне вновь выросла. Объем розничных продаж поднялся на 0,2%, превысив ожидания экономистов, прогнозирующих подъем лишь на 0,1%. Годовой показатель при этом скорректировался к отметке в 2,4%, а не в 2,3%, как рассчитывали рынки. Напомним, что сегодня торги на американской бирже закрыты в связи с празднованием Дня независимости, и доллар вряд ли сможет препятствовать краткосрочному влиянию покупателей пары евро-доллар. Очевидно, что к концу сегодняшней торговой сессии все эти сделки будут закрыты.